Приветствую вас, так по общему описанию сновидения я бы сказал, что сильно похоже на напряжение. Большое сильное внутреннее напряжение, невыражение своих чувств, подавление своих чувств, возможно игра определенной роли, отыгрывание определенной роли. Ну вот именно, именно вот, вами, той роли, в которую вы не хотите играть, или которая не всегда полезна для вас, не всегда удобна для вас и так далее. Вполне может быть, что здесь замечено и сексуальное возбуждение, очень часто такие вещи, как летающие объекты, врага, связываются с сексуальным влечением. Вот, ну это, из-за власти немножко уже такого дикого психонализа, вот, а я просто затронул это. Вот, ну, тут нужно очень деликатно подходить к этому вопросу, да, потому что, не всегда это бывает так, и не всегда человеку легко признаться в этом. Вот, так что, этот момент просто вы себе зафиксируете, да, может быть связано, да, может быть нет, может быть действительно связано. Вот, я вас прошу только не отталкивать эту идею сразу, да, то есть впервые посмотреть, может быть что-то связано с этим. Вот, значит, ураган, да, вот что такое ураган, для человека любого ураган это угроза, да, то есть это угроза, это какая-то неконтролируемая сила, вот, со стороны человека. И мне пришло такое вот чувство, что вы хотите перемен. Знаете, прям очень такое мощное чувство пришло, что вы хотите перемен, что вам вот не хватает перемен и свободы. Вот, ну опять же, могу ошибаться, но тем не менее, тем не менее. И самое ещё интересное, да, что вы пишете, что вас затягивает в сон, тогда вы хотите обратно провалиться в сон, но боитесь этого. Это как бы вот, хотите быть свободны, хотите перемен, перемен, но запрещает отсюда, это. Если это всё так, то с этим можно и нужно работать, с запретом перемен. Запрет потихонечку снимать, постепенно снимать, снимать, ну и, соответственно, освобождаться. Ещё бы я сказал, что у вас очень большая чувствительность, потому что, ну, далеко не каждый человек может так подробно описать, вот, то, что описываю в любви, да, то есть, это очень важный момент, а, вот, это очень важный, очень важный феномен, потому что, от этого зависит, а, а, да, то есть, много, либо вы очень чувствительны и все принимаете так вот, близко к сердцу, тогда чувствительность нужно понижать, да, ставить-вставить границу, либо вы наоборот, не чувствительны, и действительность проявляется только здесь, только вот тут, в этом, ну, в основедениях, например. Вот такие моменты я мог бы выделить, вот, что это за состояние, это состояние кошмара, когда человек уничтожит кошмар, это вот состояние такое, кошмар, это по теории психоанализа, кошмар это то, что мы хотим, но то, что мы себе запрещаем, то есть, ну, как, вот, слон, да, это то, что нам хочется, нам хочется урагана, нам хочется летающих объектов, вот, нам это нравится, но тут же идет запрет, это страшно, что это нельзя, что это ужасно и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. Образы, вот, почему вы здесь считаете, что это страшно, да, то есть, ну, в чем, в чем страх, кто запрещал нам эти ассоциации, эти желания, которые связаны с ураганом и объектами, парящими, вот. И я полагаю, что, да, вы сможете качественно изменить свою жизнь. Состояние можно назвать конфликт, конфликт, это состояние конфликта, того, что вы хотите и того, что вы считаете нужным, правильным и т.д. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok